добрый день друзья с вами капля и мы продолжаем говорить о плодах сегодня я хотел бы поговорить о кротость что такое кротость кроткий человек это не размазня кроткий человек это не тот кто стерпит абсолютно все нет кроткий человек насколько это понимаю вижу я это тот кто может но не делает по определенным причинам приведу простой пример иисус он был царь всех царей он обладал огромной силой властью и более чем уверен он мог бы дунуть и уничтожить вселенную для него это не составило бы труда но он позволил себя распять почему он это сделал потому что он любит тебя потому что он любит меня он пришел для того чтобы умереть и недаром писание называет иисуса наикрочайшим человеком на земле он найти такой вот образец скротости то есть он будучи царем славы смирил уничтожил себя став подобным человеку даже став рабом то есть он намеренно отказался от определенных своих качеств обладая ими он отказался от их проявления ради нас вот в моем понимании кротость это когда мы можем ответить обидчику можем высказаться можем нанести удар можем но мы трости надломленной не переломим и льна курящего не угасим мы трепетно относимся к этому мы не будем использовать свою силу свой авторитет свою власть для того чтобы кому-то навредить и сделать что-то не очень хорошее даже если на нашей стороне правда вообще знаете самые великие злодеяния делались тогда когда на нашей стороне правда тогда это придавалось силы чтобы ломать шеи и хребты вот иисус не был таким и дух святой который живет внутри нас он тоже не такой он кроткий он кроткий и даром его называет библия агнцем он кроткий но он лев и он не проявляет себя как лев ну по крайней мере в отношении нас он любит и вот знаете когда мы с вами отказываемся от своих возможностей ради того чтобы не навредить это есть кротость и дух святой который живет внутри нас он просто учит нас это он говорит не нужно ты навредишь этому человеку если ты сейчас скажешь этому человеку вот эти слова это ранит его в сердце и это будет очень плохо ты прав ты прав он не очень хороший парень и он заслужил но милость превозносится и тебе нужно просто помолчать или же наоборот подойти там обнять сказать что-то доброго недостоин так же как и ты и вот эта кротость во взаимоотношениях с духом святым она передается нам и если вы будете все теснее теснее сближаться с ним будете становиться более более кротким но знаете я заметил одну очень интересную вещь читая евангелие на эти представляя себе иисуса и вообще не представляю его как слабака как такую знаете размазню нет невзирая на то что он всегда проявлял кротость в этом нет слабости поэтому не бойтесь дать возможность духу святому проявить эту кротость через вас люди увидят что это кротость они слабость они будут понимать что вы сильны но вы не хотите применять силу потому что это именно вредит и и Субтитры сделал DimaTorzok